Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Экологические рекорды активисты чистого города рассказали о своих достижениях главе Самары. Такого не было почти 30 лет. 1 мая в Самаре ожидается массовая демонстрация. Любовь к родине лозунгами не измеряется. Самарский краевед записал ролик, посвященный пошлым наклейкам к 9 мая. Горит и кружится планета над нашей родиной в дым. А значит нам нужна одна победа. Одна нас всех, мы за ценой не постоим. Будущий издатель Андрей Юрченко мечтает победить в конкурсе авторской песни «Молодежный Грушинский». В прошлом году не повезло. Накануне финала заболел аккомпаниатор. На этот раз все идет по плану. Гитара настроена, песни выбраны не случайно. На суд жюри Андрей приготовил два произведения. Про Грушинский фестиваль и Великую Отечественную войну. Мне нравятся песни военного духа. Такие. Времен Великой Отечественной. За душу цепляют то, что все события, когда это представляется в голове. Вот это мировая трагедия. Городской открытый конкурс молодых исполнителей проводит Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина при поддержке администрации Самары. Проект реализовали благодаря муниципальной программе «Молодежь Самары-2014-18». Она создает условия и возможности для эффективной самореализации. Учит общаться. Как раз проявить себя можно на «Молодежном Грушинском». Выступить на галоконцерте мог любой желающий в возрасте от 12 до 30 лет. Нужно было отправить заявку организаторам и пройти прослушивание. На суд компетентного жюри в мемориальную аудиторию имени Валерия Грушина выстраивались очереди. К сожалению, мало романтики. Что такое романтика? Это мечта. Если она есть, стоит жить. Вот этого маловато. И мы как-то стараемся им сказать, что ребят, да вы что, у вас все впереди, вам по 19 лет. Лауреат Грушинского фестиваля Александр Исаев сегодня самооценивает конкурсантов. По его мнению, задача жюри – помочь молодым исполнителям найти себя в авторской песне. Мы им даем какие-то хорошие советы, как это сделать лучше для большего количества людей. И чтобы они нас сменили в конце концов, потому что Грушинский фестиваль будет жить вечно. И надо, чтобы росло новое поколение, которое эти песни помнит, знает и хорошо поет, исполняет. И сочиняет, конечно, свои песни. Конкурс «Молодежный Грушинский» проходит в один отборочный тур. Победителей жюри определило в нескольких номинациях. От автора музыки и стихов до дуэтов и ансамблей. Кроме того, предусмотрен дополнительный приз в специальной номинации – лучшая песня студенческого отряда. Самара – это, я в нее верю, это город очень талантливых людей. Конечно, наверняка тут где-то живет и Новый Висборг, и Новый Высоцкий, Акуджаба и так далее. Вот хочется, чтобы наша творческая, яркая, прекрасная семья прирастала новыми талантами. Гала-концерт конкурса собрал на сцене ДК «Заря» лучших самарских бардов Новой Волны. Среди лауреатов и дипломантов – артисты клуба «Жигули». Вот уже 20 лет здесь учат петь, привнося в произведение что-то новое и свое. Например, менять стиль исполнения, классическую бардовскую песню превратить в рок или блюз. Главное, по мнению худрука Ирины Высоцкой, не копировать оригинал. Тогда успех гарантирован. Не просто исполнить, повторить автора, а что-то привнести свое. Это и есть тоже авторство. Я их к этому приучаю, что вы должны знать разные жанры и уметь применять их в манеры исполнения. Мы подходим к каждой песне индивидуально. Кирилл Бояркин никогда не мечтал стать бардом. Несколько лет назад он взял в руки гитару, чтобы просто научиться играть на инструменте. Но потом аккорд за аккордом и душа запела сама. Сегодня у Кирилла звездный час. Он лауреат городского конкурса «Молодежный Грушинский» и участник гала-концерта. Я освоил вообще курс за две недели, весь, ну, основной. И думал, ну все, остановлюсь. Потом решил попробовать попеть. Преподавательница сказала, говорит, ой, да у тебя здорово учиться. Давай будем им работать. Ну, давайте. Сейчас уже четвертый год, пою, выступаю на всероссийских, на городских конкурсах. Мне очень нравится. Лето молодых самарских бардов ждет Большая Грушинская поляна на Мостряковских озерах и галоконцерт на гитаре. Ты идешь по кромке литника, Взгляд не отрывая от вершины, Горы спят, вдыхая облака, Вдыхая снежные лавины. Сергей Кизоркин, Валерия Макарова, Константин Головин, Максим Гусев. События. Безопасность в период майских праздников в центре внимания городских и областных властей. В Самаре-губернии планируются многочисленные праздники, в том числе возложение цветов, шествия, а также торжественный парад и салют. Какие меры принимаются для безопасного проведения всех массовых торжеств, говорили на антитеррористической комиссии с участием губернатора. Продолжит наш корреспондент. 50 тысяч горожан будут участвовать в праздничных шествиях на День весны и труда, а День победы соберет не меньше 100 тысяч участников. Безопасность на массовых мероприятиях должна быть продумана до мелочей. Губернатор Николай Меркушкин подчеркнул, необходимо более тесное взаимодействие всех органов власти, спецслужб и правоохранительных структур. Продумать и сделать все, чтобы там, где надо продублировать, там, где надо подстраховать, там, где надо дополнительно, может быть, какие-то вещи делать. Все надо предусмотреть, и некая, может быть, и внеплановость должна быть определенная. Безопасность на первомайских праздниках будут обеспечивать больше тысячи сотрудников полиции, нацгвардии и добровольной дружины. А в День победы число охранников порядка будет увеличено вдвое. Также участники комиссии обсудили меры безопасности на крупных транспортных объектах, на железнодорожном и речном вокзалах и в аэропорту Курумыч. Не только на период праздников, но и продолжая подготовку к Чемпионату мира по футболу. До июня будет разработан план учений и тренировок на всех объектах транспортной инфраструктуры. Также в июне в Самарской области начнут работу 53-летних детских лагеря. Главная задача сейчас – обеспечить там антитеррористическую защищенность. Действующим законом пока не проработана процедура открытия непосредственно сезонных детских оздоровительных центров и не проработана процедура осуществления регионального контроля. Не всю жизнь полностью устраивается законом. Есть еще здравый смысл. Есть наши решения, которые и орган создан для того, чтобы, если нет, законодательно все, не все прописано. Всю жизнь не пропишешь. Есть правительство, есть министерство, есть органы власти на местах. Глава региона рекомендовал уделить больше внимания мерам безопасности в местах детского отдыха, а также в целом не прекращать профилактическую работу с молодежью. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. В этом году по площади Куйбышева пройдет массовая демонстрация трудящихся. Планируется, что в ней примут участие порядка 30 тысяч человек. В таком формате праздничный митинг состоится впервые с 90-го года. Шествие пойдет от улицы Молодогвардейская в 11 часов утра. Свои предприятия представят все районы города. Во главе колонны пройдет руководство области и профсоюза, а также победители конкурсов профессионального мастерства. Принять участие в большом празднике приглашают и самарцев. После окончания шествия зрителей ждет автомотошоу. Через площадь постепенно друг за другом проедут байкеры. Это порядка 80 мотоциклистов с различными флагами. Велосипедисты, которые будут демонстрировать потом возможности велотриала. Проедет колонна из ретро-техники, которая специально приедет сюда и столять. Они пожелали принять участие в этом мероприятии. Пошлые наклейки с надписями «Можем повторить» и «Езжу на трофейном», который некоторые автолюбители вешают на свои машины накануне Дня Победы, неуместны для почтения памяти миллионов человек, павших в боях за Родину. Такое мнение, которое, к слову, разделяют многие самарцы, выразил историк и краевед Владимир Громов. Он опубликовал в соцсетях ролик, в котором призвал отказаться от покупки наклеек на автомобиль в честь 9 мая. Есть наклейка «Дядя, дядю Пашек». Со словами «Можем повторить». 28 миллионов павших – это повод грязно пошутить. Отказываться от георгиевских ленточек, а тем более от памятных мероприятий, посвященных 9 мая, Владимир Громов не призывает. Речь идет лишь о наклейках. Историк предлагает задуматься о том, какое наследие после себя мы оставим. Светлая память в Троице-Сергиевом храме прошел день поминовения журналистов. Именно в этот день, вот уже более 20 лет, областной союз журналистов вместе с коллегами, друзьями и близкими собираются, чтобы почтить память ушедших от нас работников СМИ. По традиции, поминальные службы проводятся в светлый праздник Радуницы. И православные не скорбят, а радуются за тех, кто обрел вечный покой. За прошедший год мы простились с 10 коллегами. Всего же в списке безвременно ушедших журналистов 449 имен. И каждый из них вспомнили сегодня на заупокойной службе. Наша профессия одна из самых сложных профессий. Мы не просто рассказываем о том, что происходит вокруг, но мы стараемся как-то так, чтобы человек, живущий в этом мире, мог сориентироваться и понять свое место в жизни. Вот я могу назвать сейчас одно имя. Эдуард Кондратов. Журналист, которого, я думаю, помнят очень многие. Это человек, который никогда не шел на сговор с собственной совестью. Давайте вспомним Валеру Иванову, которого убили из Тольятти. Тольяттинское обозрение. И таких имен у нас очень много. К счастью, журналисты с большой буквы, они есть, были и всегда будут. Надпись «Самара» будет видна с самолета. Ландшафтная композиция появится на территории аэропорта. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу город ждут большие внешние перемены. На пяти въездах установят стеллы. Депрессивные территории закроют ограждениями. Центральная часть Самары заиграет новыми красками. Департамент архитектуры разработал цветовую концепцию, на основании которой будут покрашены деревянные видовые дома за счет инвесторов. Тему продолжит Марианна Мирная. 72 деревянных дома в историческом центре Самары отремонтируют за счет инвесторов, а также 8 многоквартирных. Все они расположены на гостевом маршруте. Многие дома жилые. И обязанность по содержанию фасадов лежит на собственниках, у которых не всегда есть возможность привести дома в порядок. В основном владельцы этих объектов – это либо малообеспеченные люди, скажем прямо, либо по каким-то причинам владельцы этих домов не имеют возможности покрасить эти дома. Вот эти дома, к сожалению, владельцами не приводятся в надлежащий вид. Поэтому администрация внутригородских районов составила перечни этих домов, которые необходимо покрасить в этом году и в следующем году до чемпионата, для того, чтобы создать хотя бы красивый облик вот этой территории. Инвентаризация, проведенная в Ленинском и Самарском районах города, выявили 332 деревянных дома, которые находятся в плачевном состоянии. Но, несмотря на это, многим из них больше 100 лет, и нужно их сохранить. Эти дома обладают богатой деревянной резьбой и являются уникальными. Городской бюджет не потянет такой объем расходов. Помочь обещали меценаты, строительные организации и владельцы магазинов стройматериалов. Мы взяли улицу, допустим, Алексея Толстого. На ней несколько домов. Ну, обследовали, посмотрели. Конечно, дома эти им за сотню лет. В течение всего времени их никто, по-моему, ни разу не трогал. Ну, вот, ладно, хоть раз в сто лет. Перечень, который нам поручен департаментом городской администрации, это все эти дома будут обязательно сделаны. Я думаю, в самое ближайшее время сейчас эти все доски старые посохнут. Вот, мы их приведем в какое-то нормальное божеское состояние, где-то заменим. Красить дома будут также самарские активисты студенческих отрядов. Контроль возьмут на себя районные отделы архитектуры. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Чистый город и чистые берега. Студенты самарских вузов и колледжей ставят экологические рекорды. Только во время уборки парком «Молодежный» в апреле собрали полторы тысячи мешков мусора. В планах из парков и скверов перейти поближе к водоемам. На что нацелили свои грабли и лопаты волонтеры движения «Чистый город», узнала Марина Кравцова. За чашкой чая в неформальной обстановке активисты движения «Чистый город» обсуждают с главой Самары Олегом Фурсовым и председателем Гордумы Галиной Андреяновой свои инициативы и новые проекты. Этой весной участниками уборки города стали больше четырех тысяч студентов. Сами организаторы акции не ожидали, что благоустройство Самары будет столь популярно среди молодежи. На всех акциях ребят приходит больше, чем даже мы планируем. Например, в парке Гагарина мы ожидали порядка трехсот человек, а в акции приняло участие четыреста пять человек, если сказать абсолютно точную цифру. Это показатель того, что молодежи это не безразлично и что это интересно. Шесть с половиной тысяч мешков мусора собрали молодые активисты. Порядок навели на общей площади больше трехсот десяти тысяч квадратных метров, а это почти сорок четыре футбольных поля. Своеобразные рекорды в этом году ставили один за другим. Впервые, наверное, за много лет вот такое массовое участие молодежи в мероприятиях по благоустройству города было замечено и было организовано. Спасибо вам за это большое. Вы просто молодцы, конечно. И мы видим в вас, конечно, будущее города. Это просто новый этап в жизни Самары. Назовите это перезагрузкой, как угодно. У людей появилось желание вместе преобразить город. Мне бы очень хотелось, чтобы те активисты, которые собрались сегодня, обязательно продолжили все то, что вы начали. Как рассказали активисты чистого города, останавливаться не намерены. Год экологии уже распланировали. На этой неделе наводить чистоту отправиться в Куйбышевский район Самары. Затем в планах сажать деревьев. И на все лето окунуться в акцию «Чистые берега», очищать от мусора территории рядом с реками и озерами. Нам приятно находиться в чистом месте, нам приятно отдыхать с друзьями в чистом парке, сквере города Самары. И от нас, от молодежи, да не только от молодежи, а от жителей города Самары, зависит экологическая обстановка, чистота города. И мы сами должны же ее поддерживать. Волонтеры-студенты хотят привлечь к экологическим акциям больше школьников. А самые активные участники весенней уборки получат не только моральное удовлетворение, но и награды от администрации города. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Меж тем в Самаре грядет еще один субботник 29 апреля. Подготовку к нему обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. С начала апреля уже прошло 13 больших уборок. С территории Самары вывезли тысячи кубометров мусора. Только за один общегородской субботник общими силами убрали территорию площадью более 5 миллионов квадратных метров. Впереди финальный рывок. В эту субботу все силы коммунальных служб бросят на уборку. Порядок во дворах будут наводить сами самарцы. Районные администрации готовы обеспечить жителей всем необходимым инвентарем. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил управляющим компаниям и районным оперативнее вывозить мешки с мусора. После последней уборки, по данным административной технической инспекции, осталось больше сотни адресов, где своевременно не вывезли собранный мусор. Мы точно должны понимать, что мы к 1 мая должны войти с чистым городом на 80% с летним содержанием. Не надо повторять, это будет каждая куча в данной ситуации на контроле, она должна не остаться. На 30 число ни одной собранной кучи, ни одного мешка не должно остаться в городе. Уж сколько раз твердили людям, торговля с лотков запрещена. Однако незаконные точки продаж по-прежнему появляются на улицах. Сегодня в Куйбышевском районе проверили подъезды к городским кладбищам. В дни активных посещений стихийная торговля там буквально расцветает. Олеся Корецкая подробнее. Цветы, которые не радуют глаз. Незаконные лотки с ярким товаром раскинулись по обе стороны от кладбища Песчаная Глинка. При появлении сотрудников администрации и полиции торговцы не слишком тушуются. Но торговлю не остановить. Пестрый пластмассовый товар у кладбища расходится быстро. Есть спрос, есть и предложение. А где купить-то? Вот здесь больше негде. Поставьте официальные киоски. Будем официально покупать. А здесь удобно. Вышел и купил. Нисколько не смущает. В общем, короче, сделаем так. Весь пакет документов возьмем и приедем. Улица Кубышева. Да, и все. И будем там на месте решать. А вы чем еще обычно торгуете? А? Только? Только цветами? Ну, это такой товар. Вот он сейчас нужен, а потом не нужен. Как не нужен? Или всегда выкупите? Он круглый год нужен. Здесь нет? Нет, здесь нет. Только по фразному. У кладбища Рубежная масштаб незаконной торговли вырастает в разы. День у православных особенный, родительский. Все едут навестить могилы близких. Лотки с пестрым товаром раскинулись на много метров, хотя торговля в этом месте вообще запрещена. Стоит в курсе, что здесь незаконная торговля? Держите ручку. А вы почему торгуете? Потому что есть не хочется. На мою пенсию далеко не уедешь. Многих торговцев-нарушителей проверяющие встречают не первый раз. Очередной протокол, штраф до 4,5 тысяч рублей и снова обещание получить разрешение. Чтобы торговать законно, нужно обратиться в муниципальное предприятие ярмарки Самары, заполнить документы и получить разрешение на специальный участок. Там идет, соответственно, размер палатки определенной, чтобы это был какой-то внешний вид. И, соответственно, сразу с этим договором идет сопровождение по уборке территории, а не то, что, допустим, в данном случае мы наблюдаем, люди оторговали, то есть мусор остается, бросили, добросовестно ушли. В рейд по незаконной торговле сотрудники администрации Куйбышевского района выходят регулярно. Чтобы борьба с нарушителями шла эффективнее, необходимо привлекать больше сотрудников полиции, а также автотранспортные предприятия, чтобы сразу увозить нелегальный товар с обочин. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Если в квартире никто не прописан, заводу все равно придется платить, гласят изменения в законодательстве. Сколько в Самаре насчитали нулевых квартир, владельцы которых уклонялись от оплаты, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цены на нефть сегодня растут. За один баррель марки Brent дают 51 доллар 80 центов. Валюта подешевела. Курс на 26 апреля. Доллар 55 рублей 84 копейки, евро 60 рублей 79 копеек. Золото стоит 2293 рубля, серебро 32 рубля 11 копеек. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 25 копеек, дороже всего продать за 55 рублей 75 копеек. Собственников жилья, которые постоянно повышают энергоэффективность своих домов, депутаты Госдумы предлагают освобождать от налога на имущество на несколько лет. С начала года бюджет Самарской области пополнился почти на 31 миллиард рублей. Показатель вырос за счет налога на прибыль крупных компаний, транспортного налога и акцизов. А в Самаре насчитали 8 тысяч нулевых квартир с долгами за воду. С этого года, если в помещении никто не прописан и нет счетчиков, собственник все равно обязан оплачивать коммунальные услуги. Поэтому теперь долги придется погасить. На этом все. Удачи в делах! Далее коротко о других событиях дня. В Самаре прокуратура требует от местных жительниц оформить на детей жилье, которое приобрели с участием средств материнского капитала. Надзорное ведомство направило в суд 8 исков в защиту имущественных прав несовершеннолетних. Напомним, в Самарской области семьи получают поддержку со стороны государства. Так, кроме материнского капитала, им выделяют деньги за рождение третьего ребенка. На эти цели в бюджете заложено 1 миллиард 300 миллионов рублей. Кроме того, для этих семей сохранили 50-процентную компенсацию за услуги ЖКХ. Однако, случаи махинации с социальными пособиями в данной сфере все множатся. Так, в Тольятти многодетная мать составила липовый договор на покупку жилья. 20-летняя жительница Самары стала жертвой своих подруг. По словам девушки, три приятельницы избили ее и отобрали банковскую карту, а также заставили раскрыть пин-код. Инцидент произошел ночью, неподалеку от увеселительного заведения на улице Ташкентской. Среди обидчиц потерпевшей были несовершеннолетние. По словам полицейских, они признались в хищении с банковской карты подруги 6,5 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». В Самаре на несколько недель ограничивает движение по улице Печорской. Это связано со строительством ливневой канализации. Ограничения будут действовать с 24 апреля по 17 июня. Автолюбители просят внимательно выбирать дорогу. Возле стадиона «Самара-Арена» будет вертолетная площадка, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Основные работы начнутся летом 2017 года. Парковки, трамвайны и автобусное кольцо будут связаны со стадионом пешеходными дорожками. Вдоль путей планируют расположить зеленую зону с автоматическим поливом. Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами. В Самару, обещают синоптики, вскоре придет лето. Температура воздуха приблизится к 20 градусам по Цельсию уже к выходным. А днем, в четверг, 27 апреля, ожидается до 19 градусов тепла без осадков. По прогнозам, лето 2017 года в Самарской области будет очень жарко, говорится в сообщении на сайте областного Минлесхоза. Задачи для Тольяттинского хоккейного клуба «Лада» на новый сезон и перспективы развития юношеского хоккея губернатор Николай Меркушкин обсудил на рабочем совещании с руководством команды. Одним из главных вопросов стал неудачный результат клуба по итогам прошедшего сезона. У команды возникли трудности с финансированием, связанные с деятельностью спонсоров. Благодаря поддержке губернатора клуб «Лада» получил дополнительные средства. Теперь его руководство должно представить конкретный план работы с прозрачным механизмом достижения поставленных целей. Главный приоритет клуба – достойное прохождение нового сезона. Для спортивных успехов команды созданы все условия. Современный дворец спорта «Лада-арена». Он соответствует требованиям КХЛ. Восстановлена детско-юношеская спортивная школа «Лады», которая ранее готовила десятки игроков самого высокого уровня. Самарские врачи осваивают футбол. Дело в том, что медицинская команда, которая будет оказывать помощь на матчах чемпионата мира, приступила к стадионным тренировкам. Им придется не только отрабатывать экстренную помощь, но и заниматься бегом и общей физической подготовкой. Какой настрой у врачей, узнал наш корреспондент. На трибуне стадиона «Металлург» стало плохо одному из зрителей. По рации сообщения передают медикам. Те на носилках эвакуируют человека в карету скорой помощи. Так происходит тренировка медиков, которые будут работать на чемпионате мира. Через год отрабатывать действия будут уже на новом стадионе «Самара-арена». Там мы уже будем взаимодействовать со всеми службами, которые задействованы так или иначе в обеспечении безопасности на стадионе. Это секьюрити, это волонтеры, это распорядители матчей. На них будет возложена функция обеспечения медицинского прохода, коридора так называемого. На стадионе медики тренируются в третий раз. До этого навыки отрабатывали в помещении. Для врачей условия работы непривычные. Приходится ориентироваться на стадионе, осваивать рацию, учить футбольные термины и даже заниматься физподготовкой. Это абсолютно другой опыт. Свежий воздух, другая атмосфера, определенные трудности бежать по лестнице. Это довольно-таки тяжело. Но мы тренируемся и я думаю, что к 2018 году мы будем полностью готовы к этому мероприятию. Медкоманда на самарских матчах чемпионата мира будет состоять из 250 человек. Это средний медицинский персонал и врачи разных направлений. Педиатры, дерматологи, кардиологи и терапевты. Андрей Горгуленко, Валерия Макарова, Константин Головин. События. Баскетболисты Самары удачно завершили спортивный сезон. Они на родном паркете выиграли Кубок Федерации. Однако тренеры и спортсмены остались недовольны таким результатом. О большом баскетболе и не только расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарский рэперист завоевал серебро первенства Европы. Баскетбольная Самара выиграла Кубок Федерации. Баскетбольная Самара финишировала в очередном сезоне Суперлиги. В МТЛ-арене спортсмены выиграли Кубок Федерации. В финале они победили столичное МБА. Уже в первой четверти самарцы во многом усилиями своего капитана Алексея Зазулина добыли преимущество в 10 очков. И довольно долго его удерживали. Перед большим перерывом москвичам удалось сократить разрыв в счете до 4 очков. Но таким успехом лидер Волжан остался недоволен. Вторая половина матча прошла по сценарию Самары. Мечи один за другим оказывались в кольце МБА. И ближе к финальной сирене Волжане убежали вперед на 17 очков. Однако концовка встречи осталась за гостями. Тем не менее табло зафиксировало победный счет. 74-64 и Самара стала первым обладателем Кубка Федерации. Кроме этого тренерские штабы спортсмены получили бронзовые медали регулярного чемпионата Суперлиги. Такой скромный результат разочаровал главного тренера команды. Я приехал сюда в 88-м году в Кубышу. Все говорили, что будет своя база, будет дворец спорта. Прошло 29 лет, ничего не изменилось. Поэтому для того, чтобы что-то поменять, нужна своя материальная база. Ей возможно сделать в таких условиях что-то высокое. По итогам плей-офф баскетболисты заняли пятое место. Подсластил горечь поражения в национальном чемпионате индивидуальный приз. Самым ценным игроком лиги финала четырех стал капитан Самары Алексей Зазулин. Успешно выступил на первенстве Европы и сам морский раперист. В Менске за медали молодежного турнира по фехтованию сражаются 300 спортсменов из 32 стран Старого Света. Серебро выиграл Кирилл Бородачев. Он успешно преодолел групповой этап. Далее обыграл соперников из Украины, Ирландии, Венгрии, Франции и Грузии. В финале соперником 17-летнего Самарца стал 22-летний Александр Шупенич. Чех занимает в рейтинге Международной федерации фехтования 17-ю позицию среди взрослых. Преимущество Шупеничу было очевидным – 15-3. Так закончился бой за европейский титул чемпиона. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!